Переселенцы по принуждению. Пенсионный фонд Украины заблокировал выплаты пенсионерам, которые живут на подконтрольных территориях. Только в Бахмутском районе Донецкой области зарегистрировано 8 таких случаев. Почему у людей отняли заработанную пенсию и когда выплаты возобновят, узнавал Алексей Куделя. Пенсионный фонд заблокировал выплаты тем, кто приобрел жилье и зарегистрировался на подконтрольной территории, но не оформил статус переселенца. Среди них и Антонина Прокопьевна. Последний раз пенсию женщине перевели 11 мая. Теперь в пенсионном фонде ее обязывают получить справку переселенца. Но соцработники этого делать не спешат. Одни говорят, что я не переселенец, потому что у меня тут квартира, у меня постоянная прописка. А пенсионный фонд утверждает, что я приписалась 13 января 2015 года, я являюсь переселенцем. Квартиру в Светлодарске Антонина Прокопьевна купила еще в 2013 году. Тогда же и переехала, поэтому переселенкой себя не считает. Но в пенсионном фонде подумали иначе и выплаты отменили. В прифронтовой Светлодарск специалист из Бахмута приезжает раз в неделю. С нашей съемочной группой общается неохотно. У меня снимать не надо. Почему? Потому что я проводил. А мы что-то не давно у вас. После недолгих споров работник пенсионного фонда все же объяснила Валентине Прокопьевне, что единственная возможность возобновить выплату пенсии – оформить статус переселенца и пройти все необходимые проверки в управлении соцзащиты. Чтобы возобновить выплату пенсии, вам необходимо предоставить справку внутренней переселенной особы, которая выдается Управлением труда и социальной защиты Бахмутской райадминистрации, или решение, что вам видмовлено от выдачи доведки с указанием основания и предоставить эти документы в пенсионный фонд. Такие случаи не единичны, говорят юристы. В Бахмутском районе, по данным волонтерской организации права на защиту, по аналогичной причине выплаты остановили уже восьми пенсионерам. При этом, согласно постановлению правительства, замороженные деньги при возобновлении не компенсируются. Пока нет отдельного порядка. Поэтому, если пенсия не пришла вовремя, юристы советуют сразу обращаться в пенсионный фонд. Я бы, конечно, посоветовал людям, которым приостановлена пенсия, сразу же реагировать, сразу же идти в пенсионный фонд, сразу же узнавать причину приостановки. Потому что, когда вы потом получите эту компенсацию, неизвестно никому. Антонине Бригаденко, даже имея собственную квартиру в подконтрольном Светлодарске, все равно придется становиться переселенкой и ждать возобновления выплат. Однако пенсии за июнь и июль чиновники все равно не успеют начислить, предупреждают волонтеры. На что все это время жить, пенсионерка не знает. Тут полторы тысячи пенсий не хватает, а мне ее вообще не платят. Ну как можно жить, я не понимаю.